Всем привет! Вы на канале Калаш ТВ. Существует распространенное заблуждение, что употребление алкоголя можно контролировать. Дескать, если пить нерегулярно и понемногу, то и вреда никакого, а иногда и полезно. Это не совсем так или даже совсем не так. В нашем выпуске 10 причин бросить пить алкоголь. Причина первая – здоровье. Я просто перечислю самые основные опасности для здоровья, вызываемые алкоголем. Сыроз печени, тромбы, ожирение, проблемы со зрением, сахарный диабет, инсульт и другие. Очень важно, что многие проблемы со здоровьем являются обратимыми. После прекращения регулярного поступления яда в организм, здоровье начнет восстанавливаться. Вторая причина – финансы. Экономия денег существенная. Сосчитать затраты на выпивку несложно. Интересно, что те, кто меньше пьет, покупают просто более дорогие напитки. Это еще одно оправдание для малопьющих. В итоге денежная нагрузка от алкоголя для всех пропорциональна их возможностям. Третье – свободный разум. Человек, который регулярно бьет, попадает в зависимость. Организм требует новой дозы алкоголя каждый день, каждую неделю, неважно. Выпив, человек перестает нормально и разумно мыслить. Все как в тумане. Но для пьяного это не очевидно. Субъективно ему кажется, что он вполне в норме. После опьянения наступает период похмелья, что по сути последствия отравления. В результате регулярно пьющий человек сильно сужает время нормальной работы рассудка в короткие перерывы между похмельем и опьянением. Четвертое – лучше секс. Еще один стереотип, связанный с алкоголем, утверждает, что, дескать, секс лучше после выпивки. Это верно, но только отчасти. Многих наркотическое опьянение раскрепощает. Алкоголь тормозит активность головного мозга. Благодаря этому стеснительность и скованность отступают. А действие алкоголя на эрекцию со временем меняется на противоположное. Если вначале это приводит к более устойчивой эрекции, то в дальнейшем снижает ее и либидо. Иногда регулярное употребление спиртного может приводить к импотенции. Пятое – свободное время и силы. Пьющий человек, по сути, раб алкоголя. Он живет от выпивки до выпивки, часто сам того не осознавая. На химическом уровне процессы идут вне зависимости от представлений конкретной личности. Сначала опьянение, затем отравление и похмелье, после чего желание новой дозы. Включившись в химический цикл, этанол требует себя снова и снова. Только выход из этого порочного круга освободит много сил и времени. А на что их потратить, каждый решает сам. Шестое – это яд и наркотик. По сути, алкоголь – это легальный наркотик. Все это знают, но делают вид, что не являются наркоманами. Хотя вкус самого спирта никому не приятен. Именно поэтому его мешают в самых разных комбинациях и процентах. Коктейли и все бесчисленные виды спиртных напитков остаются в сухом остатке тем же спиртом. И на химическом уровне действуют на организм одинаково. Седьмое – настоящее общение. Другой стереотип, связанный с алкоголем – это веселье и вечеринки. Мол, если компания собралась и не выпивает, это по-ботански и жутко скучно. Возможно, скучно для наркоманов, которым тоже не о чем поговорить, пока не примут дозу. При этом практически любая вечеринка с алкоголем кончается похмельем. Это так называемая оплата за вечернее веселье. Восьмое – снижение вероятности впасть в депрессию. Никогда не замечали, что регулярно пьющие спиртное люди часто унылы. Зависимость делает их жизнь тяжелой. Сил нет, постоянные болезни и ломка. Это, как растянутая во времени героиновая наркомания в легкой форме. Люди, скованные спиртом, подсознательно понимают это. Из-за подавленного протеста у них часто плохое настроение. Да еще и в жизни куча проблем. Девятое – семейные конфликты. Очень большой процент семей распадается или испытывает проблемы из-за алкоголя. К выпивке привязываются и женщины, и мужчины. Последние чаще, но для женщин алкоголь опасней. В некоторых случаях один из супругов пытается оградить другого от алкоголя. Но это все может продолжаться годами. Часто заканчивается разводом, что влияет на статистику, и многие думают, что институт семьи не выдерживает современных реалий. Десятое – продолжительность жизни. В среднем человек, регулярно употребляющий алкоголь, живет на 10-20 лет меньше. Жизнь без спиртного богаче, веселее, легче, интересней, свободней и дольше. Пить или нет – это выбор каждого сознательного человека. На этом все. Не забудьте поставить лайк и поделиться видео с друзьями. Советую вам посмотреть предыдущие выпуски. Подборка убойных фотоприколов по версии фотографов и топ-5 самых молодых миллиардеров в 2016 году. Мира всем! Подписывайтесь на новые выпуски.